Стоимость установки составит 300 миллионов рублей. Именно на эту сумму ранее Иркутский научный центр сибирского отделения РАН выиграл грант. Суть стимуляции заключается в том, чтобы разработать новые методы и технологии комплексного экологического мониторинга Байкальской природной территории, а также спрогнозировать экологическую обстановку. Первое, что будет создано, это новая система цифровых датчиков на Байкальской природной территории, которая позволит в онлайн-режиме мониторить различные характеристики и Байкала, и природной территории, в том числе те, которые, ранее, не отшлеживались. Вторая часть работы, это создание системы сбора, передачи данных, третья, дата-центры, центры принятия решений, центры моделирования, которые будут сделаны уже в Институте динамики системы теории управления. Игорь Бычков, научный руководитель Иркутского научного центра сибирского отделения РАН, САРАН, директор Института динамики системы теории управления имени ВМ Матросова также в районе озера появятся две станции, измеряющие толщину льда. Ранее подобная конструкция в формате эксперимента работала на районе города Слюдянка, ее испытывал лимнологический институт САРАН. Теперь ситуация с ледовым покровом на озере будет известна в любое время суток. На момент начала мониторинга его результаты будут доступны участникам научного консорциума, а это 13 институтов, затем доступ к ним получат органы власти.